Здравствуйте! В студии Ирина Корчагина. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о главных темах дня. Смотрите выпуски. Спустя 30 лет барнаульских афганцев сегодня наградили юбилейными медалями. Привлечь инвесторов. Алтайская делегация принимает участие в Петербургском экономическом форуме. Цепляется за последний шанс. И вот каждый день просто сидеть, когда это абсурд, понимаешь, но с этим очень тяжело жить. Каково это жить один на один со смертельной болезнью? В эти минуты начинает работа Петербургский международный экономический форум. Это одно из главных событий в мире экономики и бизнеса России. Участники форума должны будут сформировать повестку устойчивого развития. В Петербурге работает и делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко. В программе подписание соглашения о сотрудничестве между правительством края, меланжистом Алтая и компанией БТК Холдинг. Это крупнейший в России производственный комплекс легкой промышленности. Кроме того, планируется заключение договора с СГК, с правительством Малоненского автономного округа и деловые встречи с представителями группы Черкизова, специализирующейся на производстве и переработке мяса. Главная задача алтайских представителей в Москве – привлечь в регион новых инвесторов. Дело об убийстве Михаила Седова передали в суд. Следственный комитет закончил сбор необходимых для этого материалов. Судить будут двух 21-летних мужчин. Следствие подозревает их в убийстве Михаила Седова. Мотивом считают кражу автомобиля. По версии 2 октября 2018 года, двое мужчин в гаражном кооперативе на Малахова избили Седова, загрузили в собственную машину, которую якобы позже планировали продать. Михаила Седова вывезли в район озера Пионерское, убили, а тело оставили в лесу. Нашли Михаила только через три дня. К поискам следователей тогда подключились волонтеры. 24 октября подозреваемых задержали. На сайте Следственного комитета Алтайского края пишут. В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Однако следствием собрано достаточно доказательств, совершениями инкремируемых деяний, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам может грозить пожизненное лишение свободы за разбой и умышленное убийство. Азбийскими девушками, которые заставили сверстницу пить из лужи, работают сотрудники по делам несовершеннолетних и специалисты образования. Известно, что до инцидента ни одна из них не состояла на учете, что живут они в благополучных семьях, а в школе о девушках отзываются исключительно положительно. Напомним, накануне в интернете появился ролик, в котором девушку заставили встать на колени и выпить из лужи. При этом физического насилия по отношению к ней издевательницы не применяли, в кадре не появлялись. Но их личности быстро установили. По словам уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Ольги Казанцевой, в Бийске разрабатывают план воспитательной работы для троих девушек. Кроме того, детский амбудсмен предполагает, цитата, «их включение в конструктивную социальную занятость». Что это значит, не уточняется. Напомним, еще вчера следственное управление начало проверку. Что касается пострадавшей девушки, с ней сейчас работают медики и психологи. Медали спустя 30 лет. Сегодня в Барнауле наградили ветеранов боевых действий в Афганистане. В этом году в России отметили 30-ю годовщину вывода советских войск из республики. Сейчас в крае проживает 4,5 тысячи афганцев. Большинство из них были срочниками. Кому-то едва исполнилось 19-20 лет. Напомним, советские войска более 9 лет выполняли интернациональный долг на территории Афганистана. Погибло 420 жителей региона. Мой товарищ, который действительно был боевым таким офицером, сказал, что я приду к своим землякам в военной форме одежды с наградой. Ну, награду он получил посмертно. Я за него теперь прежу в форме. Жители Ключевского района не позволили отнять у них кинотеатр и детский лагерь. Местные власти решили продать муниципальную собственность, но людям это не понравилось. В лагере возили детей не только из Ключевского, но и из соседних районов. В ответ на запрос прокуратура края подтвердила, что действия руководства района незаконны, а сделку по приватизации будут оспаривать. По словам жителей, имущество продавали под предлогом оптимизации расходов. В прокуратуре сообщили, детский лагерь закрыли с нарушением закона о гарантиях прав ребенка, потому что решение было принято без положительного заключения специальной комиссии. Кроме того, выяснилось, что и продажа кинотеатра была незаконной, поскольку для участия в торгах поступила только одна заявка. Люди против продажа кинотеатра, потому что в соседнем нашем районе, в Кулунде, кинотеатр востребован. Люди ходят, даже наши ключевские жители, вечером собираются взрослые люди, едут в кинотеатр в Кулунду. Наших детей из школ водят автобусами в кинотеатр в Кулунду, в соседний район. Для чего продавать кинотеатр, если он востребован будет? Сделать счастливее могут простые вещи. Например, обыкновенный компьютер. Саше Лощинину, который болен смертельным заболеванием, благотворительный фонд подарил компьютер. Теперь парень сможет зарабатывать в интернете и помогать маме. Только вряд ли на фрилансе получится заработать столько, чтобы сдерживать развитие своей болезни, миопатии. О семье, которая осталась одна со своим горем и дорогостоящим лечением, в следующем сюжете. Вот такую часть я уже сожгла. Просто читая очередную отписку, случилась истерика, я ее сожгла. Неутешительные ответы Минздрава, Крайздрава, администрации города. Семья Лощининых осталась один на один со своей проблемой. Сын Натальи и Саша болен редким заболеванием, миопатии. Проще говоря, постепенно у него отмирают мышцы, искривляется посвоночник. Сейчас ему 16 лет. Ходить Саша перестал уже в 9. Как таковой помощи семья не получает. Тренажеры, лекарства, бассейн – все за свой счет. Но главное, что не делай, жизнь ребенка стремительно укорачивается. И вот каждый день просто сидеть, когда это абсурд понимаешь, но с этим очень тяжело жить. Чуть веселее стало жить, когда у Саши исполнилась большая мечта. Скоро ему подарят компьютер. Пока в комнате стоит этот временный, но его скоро придется вернуть школе. Парень хочет начать зарабатывать в интернете и помогать маме. Ну, у меня есть план. Я планирую научиться лучше рисовать и сделать свою игру. Простую, правда, первую. Как-то вот отношение к жизни совсем другое стало. Как-то радостных моментов больше. Ну и Саша сейчас, он в предвкушении твоего компьютера. Он даже на улицу стал чаще выходить. В скором времени Сашу ждет операция, которая должна выровнять позвоночник и суставы. После нее парню понадобится инвалидная коляска с вертикализацией. Она сможет выпрямлять спину и ноги. Только стоит такая коляска от 400 до 700 тысяч рублей. Для Натальи, которая одна воспитывает двоих детей, это космическая сумма. Ну и эта же коляска – последний шанс, чтобы выиграть у жизни несколько счастливых лет. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Далее о погоде. Спонсор программ за компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok